Это третье видео из обзора редактора Brackets. И прежде чем мы начнем изучать тонкости работы в данной программе, давайте сначала наведем мосты и познакомимся с ее интерфейсом. Если вы уже знаете интерфейс данной программы, то просто переходите к просмотру следующего видео. И конечно же я буду благодарен, если вы перед этим нажмете на лайк и заодно подпишетесь на наш канал. Отлично, себя немножко я порекламировал, двигаемся дальше. Итак, элементы интерфейса программы. Первое, что необходимо отметить, это конечно же главное меню. В нем мы уже немножко полазили, так сказать, получили, прошли первое боевое крещение. Двигаемся дальше. Второй элемент это главная рабочая область нашей программы, в которой мы будем редактировать файлики и делать красивые или ужасные сайты и веб-приложения. Третий элемент это панель расширений, панель плагинов. Правая боковая панель, я могу ее обозвать по-всякому, но вы будете иметь в виду, что это вот эта штуковина, которая обеспечивает быстрый доступ к некоторым плагинам и расширениям программы. Мы все их обязательно рассмотрим, даже подключим некоторые свои. Ну, будет, сразу говорю, интересно. Четвертый элемент нашей программки это строка состояния или, как я часто говорю, статус бар. Мы с ним сегодня познакомимся поближе. Дальше это строка, точнее столбик нумерации строк в нашем файлике. Достаточно удобная штука. И наш сайт барчик. Причем сайт барчик здесь действительно очень прокаченный. Если в том же редакторе Sublime мы подключали специальный плагин, то здесь изначально очень и очень широкий функционал, что, конечно же, радует. Итак, в принципе, видите, здесь все достаточно просто, поэтому сейчас переходим к следующему занятию, где мы немножечко разберемся с базовыми настройками данной программы.